значит вы спрашиваете о многократном пересеве этих культур значит мицелий однозначно когда вы будете работать однозначно вы попробуете такой момент когда я вам сказал то есть шприц агаровая среда банка пакет мицелий нулевая генерация и следующий может быть этап из нулевой генерации то есть я его называю то что нулевой я называю маточный мешок из этого мешка 1 генерация это уже рабочими цели вот я вот так на заработчими цели это для меня вот первая генерация дальше я мицелий не делаю иногда бывает такой момент вот что-то так получилось что маточных мицелияв не не осталось берем уже рабочими цели и там делаем из него мицелий то однозначно вы заметите у себя на полках что тот мицелий, который уже из первой генерации делается вторая генерация, вы сами заметите что он растет немного медленнее то есть продуктивность его будет соответственно тоже немного медленнее это касается пересевов уже рабочих мицелий и так дальше что же касается относительно самих культур то я вам перед этим объяснил значит насчет этого процесса все дело получается в том, что во флаконе у нас хранится постоянно одинаковый генетический материал то есть мы его пересевы множественные не делаем то есть по сажу не происходит по сажу происходит если мы берем агар потом на агар что я вам объясню относительно работы с жидкими средами когда-то я когда начинал с ними, то я заливал их много, вот этот бульон клеточный заливал, много его в эти пробирки он быстро начинал весь расти много клеток начинали одновременно расти и быстро заполняли вот эту агаровую среду в чашке или в пробирке потом со временем я пришел к такому выводу что нужно этих клеток засевать чем меньше, тем лучше клеточка вообще в идеальном варианте как сделать чашку Петри то есть нужно взять одну клетку положить ее в центр и чтобы она радиально разнослась во все стороны мицелий не встречая на своем пути других мицелий поэтому таким образом у нас получается сами клетки этого мицелия то, что называется монокариотные каждая клетка делится на двое и в каждой клетке у нас находится одно ядро это монокариотный мицелий он для упрощения понимания этого процесса это что-то как корни у деревьев тот мицелий, который колонизирует наш субстрат но этот мицелий не производит плодовых тел плодовые тела образуются когда встречаются две клетки монокариотного мицелия В том месте, где они встретились, один генетический материал, второй генетический материал, они соединяются и у нас получается дикариотная клетка, то есть клетка, в которой два ядра. И вот эти два ядра дают нам в дальнейшем плодовые тела, дикариотные мицели. Поэтому чем больше клеток на вот этой чашке, чем больше они встречаются, тем больше дикариотного мицели. А дикариотные мицели это уже как не корни, а ветви деревьев. И свойства у одного и у другого мицелия То есть цели у них разные То есть монокариотный он более колонизатор быстрый Дикариотный он более образование плодовых тел Поэтому множественные пересевы мицелия приводят к тому Что в самом составе мицелия в самом мешке Получается большое количество дикариотного материала Этот дикариотный материал может в результате давать такие явления Когда есть такое, грибоводы знают, называется строма Или стромирование блоков Когда мицелий очень прекрасно растет, хорошо зарастает Потом начинает расти вокруг корка толщиной в 1 см А плодовых тел он не образует Есть такой вариант, который называется строма Или стромирование Если в интернете, то найдете множество фотографий и всего остального Когда стоят блоки, хорошо растут, белые Превращаются в сырные головки, только грибов нет Понятно, понятно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!